Стопка документов, подписок и жалоб – это все, что кроме эмоций накопилось у родителей 12-летней Алины Козеевой за полгода разбирательств. 30 сентября прошлого года, примерно в 6 часов вечера, девочка переходила дорогу возле школы по пешеходному переходу на зеленый свет светофора. На переходе ее сбил житель Краснослободска. Алина была без сознания, когда ее на реальной мобиле перевозили в Саранск. Травмы были очень тяжелые, закрытые черепно-мозговые травмы, тяжелые ушиб мозгового вещества, многочисленного кровоизлияния. Неделю ребенок находился в реанимации, без сознания. Нам врачи не давали никаких прогнозов. Мы не могли даже, что с ней будет, они не могли нам ничего сказать. Основной удар пришелся на голову. Она головой разбила ему лобовое стекло. Это машина человека, который сбил ребенка. Оторванное зеркало и вмятина на кузве – результат того самого ДТП. Сам водитель с места не уехал, но и врачей не вызывал, рассказывают родственники пострадавшей девочки. Говорят, он сразу начал кому-то звонить. Вроде как просил помощь в возникшем щепетильном вопросе. Подозреваем, что начал решать проблему, потому что у него есть связи и знакомства. Вы знаете этого человека? Мы этого человека, водителя, не знаем. Мы с ним лично не знакомы. Мы его ни разу даже в глаза не видели, что на себя кто представляет. Просто вот то, что есть, такое есть. В результате водитель свою вину не признает. Говорит, что ехал на зеленый сигнал медленно. Вещественных доказательств тому нет, но районные правоохранители верят ему на слово и отказывают. В возбуждении уголовного дела не видят состава преступления. Это тот самый пешеходный переход, на котором и произошел несчастный случай. Сама дорога небольшая, всего две полосы. Правда, ни с одной стороны нет никаких опознавательных знаков, что рядом школы и дорогу могут переходить дети. Да и светофор, который здесь установлен, он по требованию имеет одну странность. Вот посмотрите, как работает светофор. Вот горит красный, сейчас загорится зеленый свет, но красный так и горит. Красный не должен гореть. Когда она переходила дорогу, ее вот сбила машина, она протащила ее туда, впоследствии, а сам он проехал и остановился в 33 метрах далее от места наезда. Мог ли ребенка или водителя сбить с толка неисправный светофор? Об этом в документах нет ни слова. Да и то, что травмы ребенка судебно-медицинская экспертиза квалифицировала как тяжкие, следствие игнорирует. На 30-метровый тормозной путь автомобиля никто и внимания не обратил, а ведь это доказательство значительного превышения скорости вместо разрешенных в этом месте 40 км в час. Что же это за следствие такое, удивляется адвокат Козеевых. Мы писали с нашей стороны жалобы, писали до Нового года, причем 29 декабря 2022 года нам был получен ответ, что данный материал вновь направлен в отдел полиции и будет возобновлена проверка. Но с 29 декабря по сегодняшний день с нами никто не связывался, никакие мероприятия проверочные не проводятся и опять этот материал канул неизвестно куда. Вот такая удивительная история. Родители пострадавшей девочки считают, что это дело просто пытаются замять, а человек, покалечивший ребенка, за полгода разбирательств так и не вышел на связь, не принес элементарных извинений. Что уж говорить о материальной компенсации расходов на лечение. Эти люди уверены, в Краснослободске правды они не добьются. Надеются, что на это дело обратят внимание региональные, а может даже федеральные надзорные органы. Людмила Кусерова, Александр Зюзяев. Наши новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин